Это не просто овца, да. Собственно, посыл такой, как получать больше, используя те же самые ресурсы. Многие задаются из нас этим вопросом в своем бизнесе, в своих личных делах. Для этого есть много подходов, и мы рассмотрим некоторые из них. В моей презентации я расскажу вам, что из себя представляет компания Accenture о партнерстве компании Accenture и компания Ossesoft. Приведу некоторые примеры наших решений. Вкратце расскажу, что такое облако, с чем его едят, и какие предложения делает компания Accenture в этой области. Рассмотрим два более подробных примера. Это очистка данных, поступающих в Pai System, и сервис обнаружения утечек в трубопроводах. Компания Accenture – глобальная мировая компания. Более практически 290 тысяч человек по миру в 53 странах. Клиенты в 120 странах, и большинство из них в списках Fortune 100 и Fortune 500. Московский офис российский появился в 1992 году. Сейчас на данный момент более 700 человек в офисе. Наш опыт в области Ossesoft заключается в полном спектре предложений от проектирования до создания, внедрения и поддержки решений. На данный момент опыт составляет более 15 лет и более 240 проектов. При этом профессионалов по всему миру порядка 200. Преимущества компании Accenture – отраслевой экспертизе, возможности всегда использовать на каждом проекте лучших из своей области, из любой страны и мира, где компания Accenture представлена. Стратегический альянс компании Ossesoft с 2007 года и возможность использования преднастроенных активов и предложений, которые быстро можно модернизировать и настроить под нужды заказчика. На данном слайде представлены некоторые из компаний, в которых компания Ossesoft и компания Accenture участвовали в внедрении различных решений. Из известных нам это, наверное, Shell, BP и компания Chevron, которые присутствуют в Казахстане. Сейчас я вам кратенько покажу несколько примеров решений, которые компания Accenture предлагает своим клиентам на базе продуктов Ossesoft. Это веб-портал, в котором можно наблюдать весь процесс в реальном времени. Это обнаружение аномалий и возможности их выявлять до того, как случится какая-то проблема. Это управление лабораторией информирования по сути всех лаборантов и владельцев процесса о существующей ситуации. Расчет потерь и воздействия по снижению их возникновения и повышению эффективности. Анализ контров управления — это для оптимизации процесса ТАИР, предъективная аналитика и прочие возможности. И, например, охрана окружающей среды — это, опять же, такой портал, в котором можно в визуализированном виде, используя карты, используя мониторинг экологический, использовать для отслеживания ситуации и формировать отчетности. Итак, что же такое облако? Кто из вас уже пользуется облачными сервисами, например, хранящими? Молодцы! Достаточно много людей, я думаю, все об этом знают, но я поэтому кратенько пройдусь. Что это такое? Концепция облачных вычислений появилась в 60-х годах. Профессор Джон Маккарти в своих изысканиях рассказал о них. Но все это время эти вычисления никак не применялись на практике. И в 1997 году на конференции Apple Стив Джобс сказал, что уже как 7 лет они в своей компании используют и практикуют, тестируют возможности облачных вычислений. В 1999 году появилась первая CRM-система, предлагающая приложение как CRS. И в 2002 году появился сервис Amazon, как говорил Владимир в предыдущем выступлении. Кто из вас знает, как появилась вообще проблема и причина, почему Amazon решил создать этот CRS? Я думаю, не многие знают. Я вам расскажу очень интересный нюанс. Amazon, как все знаете, это онлайн-магазин. И специфика его в том, что он располагается в Америке, и поэтому основные продажи идут в день рождественских каникул. Все остальное время мощности огромного этого сервиса были не задействованы. И чтобы снизить издержки, Amazon создал, собственно, вот эти век-сервисы, позволяющие использовать их мощности как инфраструктуру. В 2009 году Google запустила свои приложения, и в 2013 компания WCSoft создала Power Cloud Connect для возможности облачных вычислений. И компания Accenture также запустила официально сервис Cloud Services, позволяющий делать все это в облаке. Хотя до этого, в принципе, тоже уже создавал. На данном слайде представлены три типовых варианта использования облачных вычислений. Это размещение в облаке своих... Прошу прощения. Размещение в облаке ресурсов, то есть по сути представления как услуга, инфраструктура, мощности и сетевых каналов. Платформа как сервис включает инфраструктуру как сервис и позволяет использовать уже прикладные сервисы и операционную систему тоже в облаке. И самый последний, самый расширенный функционал – это программа обеспечения как сервис, позволяет полностью использовать все возможности приложения, при этом не пользоваться локальными версиями, а все через тонкие клиенты. Какие же выгоды от использования облачных вычислений? Их всего выделяют пять. Это экономия на затратах до 60% по статистике, за счет того, что у нас как минимум нет капитальных затрат, не надо строить помещение, не надо строить серверные, не надо закупать лицензии и пользоваться тем ПО, которое нам не требуется. Это моментальный эффект. В некоторых случаях, если вы используете ПО как сервис, вы можете получить возможность доступа и работы с программным обеспечением в тот же день. В функциональной гибкости, опять же, если какие-то функции нам не нужны, мы можем за них не платить и перестать использовать, при этом очень динамично менять состав сервисов. И самое главное – безопасность. Как бы это ни казалось странным, облачные хранения, облачные вычисления – одни из самых безопасных, поскольку легко контролируются, в отличие от тех утечек в комбинационной информации, происходящих на бумажных носителях, либо через сплошные копители. Буквально 8 мая 2014 года консалтинговое и аналитическое агентство HFS сделал анализ облачных приложений, где вы можете увидеть лидеров в отрасли и самых эффективных вендоров. Как мы можем увидеть, компания Accenture находится во главе. И неспроста. Потому что на данный момент у компании Accenture более 3 тысяч специалистов в облачных вычислениях и более 8 тысяч готовых выполнить успешных проектов в 50 странах мира и более 70% компаний из Fortune Global Store. Как и говорил, в 2013 году компания Accenture создала, официально вывел на рынок, Cloud Services, которые включают в себя платформу сфоровых сервисов. Идром платформы являются различными службами, в том числе сервис компании Ossisoft, это облачное вычисление с применением Paid Cloud Connect. Помимо этого, есть различные услуги или сервисы, как их называют, позволяющие вам вынести ваши задачи в облако и отдать их на поддержку обслуживания сторонней компании. При этом, как мы говорили, снизить сдержки, повысить эффективность и получить моментальный эффект. Подробно рассмотрим с вами два сервиса. Это очистка и обогащение данных и обнаружение учечек в трубопровалах. Эти лягушечки ассоциируют те передовые компании, которые позволяют себе изменяться, не быть похожими на других и при этом за счет инновационных решений совершать какие-то прорывы и быть лидерами отрасли. Ну и, собственно, ручной год данных, позволяющий внести необходимые коррекции, если мы знаем, что какие показания были по какой-то причине неверными. Таким образом, мы видим два подхода к очистке данных, не считая третьего, когда мы с этим ничего не делали. Первый — это собственные разработки, исследовательские работы, создание ПО, тестирование, большие затраты на разработку всего этого и на покупку лицензии, оборудования, помещения. И второй вариант — это управление в облаке, когда мы просто подписываемся на определенный объем данных и получаем доступ к передовой практике. Отсутствуют абсолютно риски для внедрения, потому что эксперты и передовые практики опять же защищают вас от этого. И, опять же, постоянно совершенствование, то есть, в случае, если технология меняется, мы всегда можем быть уверены, что они используются для очистки наших данных. Второй сервис, о котором я хотел бы вам рассказать — сервис обнаружения утечек. На самом деле, очень актуальная тема для многих компаний. Фактически, ее можно перекладывать на разные ситуации, но тем не менее, к примеру, для энергетики также можно сервис использовать, немножко его видоизменив. Но будем рассказывать вам про утечки в трубопроводах. Существует, по сути, три классических группы для определения утечек. Это математические модели, когда мы используем различные данные по температуре, давлению, объему, по изменению, по волне давления. Их много методов. Я не являюсь в них экспертами, поэтому мы с вами просто примем это как данность. Второй метод — использование оптоволокна, когда им опутывается весь трубопровод и присоединяются определенные датчики, которые фиксируют уровень загрязнения, изменения температуры, шума, вибрации и позволяют, опять же, с помощью различных методов определять, насколько возможно в данном случае возникает утечка. И последний вариант — это визуальный контроль. Современные тренды — это использование беспилотных летательных аппаратов, прошу обратить внимание именно на этот метод, в том числе, потому что на стенде присутствует специалист Илья, он сможет вам рассказать подробно про те сервисы и те возможности, которые полагает именно компания Accenture. Она занимается именно с осколковой разработкой методик и способов обнаружения проблем, ситуаций каких-то возникающих при эксплуатации линии электропередач либо трубопроводов. Что прилагает компания Accenture? Опять же, это платформа, в которой мы используем данные приборов заказчика, которые сохранятся в PIE-системе, передавая их через безопасное соединение PIE Cloud Connect в облачный сервис компании Accenture, обнаруживать возможные места утечек. Для этого используется, опять же, передовой опыт и промышленные стандарты и собственные наработки компании Accenture. Какова физика как процесс? На самом деле, это один из вариантов, как я говорил, математических методов много, но мы рассмотрим как наиболее показательный. Есть у нас трубопровод, есть фиксация давления в каждой точке и есть фиксация объема, то есть, так сказать, профиль объема, профиль расхода и профиль давления. В случае возникновения утечки мы видим изменение профилей и за счет этого с помощью математических методов можем выявлять данные проблемы. Таким образом, методология, которую мы предлагаем, позволяет вам, используя современные технологии, быть самыми первыми в области, используя самые передовые решения, анализировать свои данные, анализировать ситуацию и быть всегда в курсе дел и оперативно реагировать на ситуацию. Бизнес-процесс и пример, как все это выглядит для операторов и экспертов, которые сидят в аутсорсинговом центре, представлены на данном слайде. Процесс, собственно, такой, что данные вступают в облако, система их анализирует в соответствии своими заранее заданными сервисами и функциями. И в случае возникновения проблемы возникает определенный сигнал эксперту, эксперт, обладая определенными знаниями, выявляет, насколько данная ситуация достоверна, и в случае, если она удовлетворяет определенным требованиям, сообщает диспетчеру, который вызывает ремонтную бригаду и в оперативном режиме отключает все клапаны и позволяет минимизировать утечку и последствия для предприятия из-за экологических бедствий. Таким образом, хотел сказать, что лучшие практики это не использование какого-то определенного решения, это скорее комбинация методов и современных технологий, которые позволяют вам быть лучшими и определять эти проблемы не лучшим способом. Опять же, это использование комбинации беспилотников, оптовоконных измерений и современных математических методов и поисков утечек. При размещении всего этого в облачных вычислениях, снижая затраты, мы постоянно совершенствуемся, у нас отсутствуют риски по внедрению и получается, что мы используем самые передовые решения и максимальный эффект от данного решения проявляется в самом ближайшем времени. Интересный слайд, показывающий то, что возможностей в нашем мире достаточно много, но тем не менее нужно правильно их использовать. И для этого есть как-нибудь компания Accenture, которая позволяет вам использовать наши отраслевые экспертизы, высокую компетенцию, наши собственные разработки, лучшие практики, опыт и стратегическую пронесательность. Вы будете первыми, обращайтесь к нам. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ